Здесь, значит, только высший уровень, то есть магистратура и доктора. Перед встречей с муфтиями Владимиру Путину показали макет Болгарской исламской академии. Она открылась в сентябре прошлого года. Сегодня это крупнейший исламский центр в России. Готовит магистров и докторов наук. Раньше получить мусульманское образование в стране можно было в медресе и в специальных исламских вузах. И готовили там только бакалавров. Для продолжения обучения молодежь уезжала за рубеж. Теперь ехать не нужно. Учат в Татарстане. Сегодня Владимир Путин отметил, это важный шаг на пути возрождения богословского исламского образования в России. Без всяких сомнений, традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода. А мусульманская умма, без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа. До революции 1917 года наши российские мусульманские богословы были признаны во всем мире в качестве очень уважаемых людей. Их мнение высоко ценилось. И, конечно, вот за годы советской власти многое было утрачено, если не все. Многое было, во всяком случае, выхолощено. И нам надо создавать свою школу. Идея создания такой школы пришла из Татарстана. Владимир Путин ее поддержал. С самого начала, вы знаете, поддержал эту идею, которую руководство Татарстана выдвинуло. И, например, Шарипович активно занялся этим. Пожелаем ему здоровья. Он немножко приборел. Надеюсь, что все будет хорошо. О создании Болгарской исламской академии. Таким образом, после ее создания, у нас вся триада создана. Это и медресе, это вузы и академия. Теперь это целый комплекс со своими учебными корпусами, общежитием, библиотекой и молельными залами. Аналогов в стране нет. Обучение идет на трех языках. Русском, татарском и арабском. Форму выдали. Более того, это татарский стиль. В татарском стиле. И тюбетерика, наша национальная. В новом исламском центре хотят обучаться и иностранные студенты. Интерес проявляют из Европы. Меня посол Испании пригласил прочитать лекцию в Испании. Они говорят, мы вам даем огромную аудиторию. Расскажите, как вы строите государственно-церковные отношения. Поддержка исламского образования в России через крупные государственные вузы будет продолжена, заявил президент. Особенно важно духовное мусульманское образование среди молодежи. Работа ведется внутри общин, в мечетях, где имамы учат отличать традиционный ислам от его радикальных форм. По мнению президента, те, кто делает первые шаги в постижении религии, должны получить поддержку молодых муфтиев. Возраст действующих муфтиев заставляет нас задуматься о том, что нужно готовить смену, но готовить на собственной национальной базе, на основе нашего традиционного ислама. Духовные деятели, присутствующие на встрече, отмечают открытость диалога и взаимопонимание по ключевым вопросам. Хотя и встреча составилась очень поздно, это уже после 11 вечера было, то есть мы продолжали почти до полперва, несмотря на это, в общем-то, встреча прошла очень позитивно и настроение у президента России было очень хорошее. На очень доверительном, позитивном ключе прошла эта встреча. И президент сказал, что ислам является частью России и что наш ислам, Россия, имеет свой код. Это реально так. Существует наша большая страна Россия со всеми ее проблемами. И существует совершенно новая молодая Волговская исламская академия, которая только зарождается, у которой только первые ростки. И глава нашего государства уделяет нам прямое внимание. Это само очень дорого. На встрече Владимир Путин говорил о том, что помимо крупных проектов в области религиозного образования, нужно развивать и более скромные там, где они востребованы, на собственной национальной базе богословской школы. Анна Городнова, Шат Мухаммедов, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова